Почему население молчит, зная о темных делах больших боссов? Как остаться в ладу со своей совестью и не стать изгоем в коллективе? Свидетель сообщает о факте коррупции. Коррупционер, он привлекается к углу ответственности, его осуждают. Теперь действующее руководство берет это во внимание и его увольняет. По надуманным причинам. Это уже конкретно такие случаи были. В Казахстане предлагают внедрить институт по защите прав осведомителей. В Антикоре уверены конфиденциальность данных, гарантии не потерять работу и не только увеличит количество сообщений о фактах коррупции в госструктурах. В Казахстане имеется необходимость внесения законодальных поправок для обеспечения максимальной защиты осведомителей. Почему люди боятся заявлять на коррупционеров и даже миллионы за информацию не мотивируют исполнить свой гражданский долг? В текущем году имеются факты поощрения граждан за сообщение о фактах коррупции на сумму более 8 миллионов тенге. Почему вопрос создания института защиты осведомителей так и не нашел поддержки со стороны госорганов? Осведомители или тех, кто решил вывести на чистую воду коррупционера сегодня в Казахстане называют смельчаками. Оно и понятно, защищаться от притеснений и преследований придется самостоятельно. Определенные нормы есть, но они регламентированы только в уголовном кодексе. В качестве примера можно привести уголовное дело, которое расследовалось по заявлению сотрудника Министерства обороны в отношении водителя автомеханика Министерства обороны по факту подстрекательства к даче взятки. По результатам рассмотрения уголовного дела виновный был признан в совершении коррупционного деяния, а заявитель был уволен. Таких примеров немало. Нетерпимость коррупции пока не распространена повсеместно. Одни предпочитают молчать, опасаясь возмездия, другие обладают информацией о совершенном или готовящемся к коррупционным правонарушениях боятся, что факт не докажут и их обвинят в распространении заведомо ложного сообщения. В этой связи агентство по противодействию коррупции предлагает внедрить Институт защиты осведомителей. Он рекомендован Конвенцией ОСР и Стамбульским планам по противодействию коррупции. Гарантия того, что руководитель не сможет по этому факту и по факту сообщения о коррупции не может обратиться в суд, то есть риском гражданским, даже если это правонарушение даже не подтвердилось. Если же, к примеру, осведомитель обращается в суд по факту незаконного увольнения после того, как он сообщил, то государство ему компенсирует те расходы, которые он несет при судебном разбирательстве. В Антикуре предлагают внедрить нормы, схожие с теми, что действуют в уголовном процессе, тем самым обеспечив гарантированную защиту. Свидетель сообщает о факте коррупции. Коррупционер, он привлекается к углу ответственности, его осуждают. Теперь действующее руководство берет это во внимание и его увольняет по надуманным причинам. Это уже конкретно такие случаи были. Здесь, в данном случае, государство не гарантировало для свидетеля, что он не потеряет, во-первых, работу. Из-за этого люди боятся сообщать о фактах коррупции. Разработчики предлагают усилить в рабочих взаимоотношениях участие согласительной комиссии. Это постоянно действующий орган, состоящий из работников и представителей работодателя, которые рассматривают спорные трудовые ситуации. Если сотрудник, работник, оказывающий содействие противизит коррупцию, посчитает то, что его уволили, либо привлекли к действительности, либо перевели на другую должность, он имеет право обратиться в согласительную комиссию. При этом согласительная комиссия проводится с обязательным приглашением представителя полномочного органа по противизитию коррупции. Институт защиты осведомителей в Казахстане продвигают давно, но почему-то сдвинуть дело с мертвой точки до сих пор не получилось. Внедрение данного института, вопрос этот уже был поднят ранее, уже на уровне рисунки со стороны агентства, однако не нашло поддержку со стороны заинтересованных госорганов. Но, тем не менее, принятие данных таких поправок, то есть введение такого института требует принятия ряда законодательных мер. В Европе подобный институт действует даже в частных компаниях. Работает он по типу комплайнс-служб. Только защиту информаторов обеспечивают представители внутренней безопасности организации. В случае внедрения института защиты осведомителей в Казахстане это благоприятно повлияет на эффективность противодействия коррупции. в первую очередь увеличится объем, скажем так, сообщений о фактах коррупции, которые поступают в наш орган. Согласно новым стандартам ЕС, осведомителю предоставляют защиту при информировании о нарушениях в области госзакупок, финансовых услуг, налогообложения, отмывания денег и других. В Малайзии приняты специальные законы для защиты осведомителей, которые не ограничиваются лишь коррупцией в госсекторе, но также охватывают преступления, связанные с нарушением общественных интересов. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки возможно только в том случае, если гражданин добровольно сообщил правоохранительному органу или специальному государственному органу о даче ему взятки. Или в отношении него имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица. Во всех остальных случаях взятка датель несет строгое уголовное наказание согласно новому закону. Наиболее эффективную систему защиты информаторов имеет Южная Корея и Малайзия. В этих странах процедуры, связанные с поступающими жалобами, процессом их рассмотрения и передачи в другие учреждения четко определены. Предусмотрены понятия информаторов и квалификационные требования к их защите и вознаграждению. К слову, система поощрения в Казахстане набирает обороты. Только за 6 месяцев этого года 82 человека сообщили о коррупционных правонарушениях и получили в общей сложности больше 30 миллионов тенге. Хотелось бы отдельно отметить растущую статистику сообщений неравнодушных граждан, в том числе в квази-государственных и государственных секторах, о взяточничестве. Такие же факты имеются и в других регионах. Там есть 4 миллиона, 3 миллиона тенге лица получали, 2 миллиона тенге, более 2 миллионов тенге. Это разовый выплат по вступлению приговора в законную силу. Тем временем преступлений по факту дачи взятки в стране в два раза больше – 480. За 6 месяцев текущего года уже зарегистрировано 207 фактов в отношении 213 лиц, из которых 54 подстрекательства, 4 покушения, 102 факта из 207 уже направлены в суд. В разрезе регионов самое большое количество зарегистрированных фактов дачи взяток выявлены в Атраусской области 27 преступлений, в Алматинской – 24, в городе Нурсултан – 19 и в городе Алматы – 17. Согласно официальной статистике, чаще всего договориться пытаются работники частных организаций и предприятий. На второй строчке – безработные. Они дают взятки в обмен на социальные бонусы. И лишь на третьем месте – государственные служащие и сотрудники правоохранительных органов. Вот только последние дают и берут по-крупному. К примеру, в 2018 году задача взятки в особо крупном размере – 627 миллионов тенге – к должностным лицам АУ «Байтирик Девелопмент». К штрафам в общей сумме 1,9 миллиардов тенге осуждены руководители группы компаний, которые давали взятки за лоббирование интересов строительной компании при закупках услуг по строительству арендного жилья в рамках госпрограммы «Нурлужол». Но рассчитывать на успех в борьбе с коррупцией можно только при реальной и действенной поддержке со стороны общества. Активное участие казахстанцев формирует принцип «начни с себя». Если у вас вымогают взятку, можно сообщить в колл-центр 1424 и получить до 12 миллионов тенге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова